Друзья, меня зовут Илья Лазерсон, и это программа «Заморозил, сэкономил». И я вам таки покажу, как грамотно замораживать продукты. И для этого буду использовать морозильный ларь «Фростер». Моя задача – подготовить к заморозке продукты на разных этапах их приготовления. Я буду заботиться о том, чтобы у меня ничего не пропало. Это очень важно на кухне. Я буду экономить свое время, потому что я сделаю заготовки и полуфабрикаты. Вот это главный алгоритм поведения, ребята, человека на кухне. Думай не только о сейчас, думай о будущем, чтобы тебе в будущем было проще готовить. Потому что жизнь наша очень сейчас насыщена. И, конечно, действительно не хочется проводить всю жизнь таки на кухне. Хоть я это и люблю. Сегодня у меня будет рыба. Красавица. Это будет целая, сравнительно большая форель. Столько рыбы мне не надо на сегодня. Но мне было выгодно купить эту рыбину целой, потому что так она дешевле. Посмотрите на эту красавицу. Вот рыба. Она уже потрошенная. Значит, прежде всего я кладу возле себя серию бумажного полотенца. Оно уже разорвано у меня на куски. Теперь вот хорошо бы иметь нож, смотрите какой. У него длинное лезвие, оно гнется. Это не обязательно, но так экономнее получается обрабатывать рыбу. Первое, что я делаю, это косой срез под жабры. Голова, смотрите. Косой срез. Шмяк. Нож разворачиваю и в обратном направлении двигаю. Посмотрите, я отделил голову. Почему косой срез под жабры? Вы видите, я у головы убрал все мясо, которое вот здесь. Сразу, чтобы не забыть, я делаю одно жесткое движение. Вырываю вот этот кадычок, подцепляю жабры и вырываю жабры. Ну, жестоко, но чего делать? Вот видите, потому что для варки головы, конечно, жабры не нужны. Хотя считается, что они дают горький вкус. Ничего не дают горький вкус. Просто эстетически это тяжело принимать с жабрами рыб. Теперь я ставлю нож над хребтовой костью. И начинаю вдоль хребтовой кости вести. Вот я никуда больше не могу уйти, потому что нож идет по хребтовой кости. Таким образом, я срезаю одно филе, посмотрите. Вот я снял одно филе. Я пока положу его вот так, в сторонку. Теперь я делаю вот так. Снимаю и, соответственно, переворачиваю и снимаю второе филе. Веду нож по хребтовой кости. Давайте посмотрим, что у меня здесь получится. Вот у меня хребет рыбный. Видите, одна часть реберных костей даже у меня срезалась. Его принято вот так вот сломать и компактно уложить в миску. Значит, вот здесь видно, что плавник, жировые отложения на плавнике. Плавник входит в тело рыбы. Я сейчас его беру вот так вот, да, вот видите? И экономно срезаю вот эту вот часть, спинно-плавниковую. Натягиваю немножко, видите? Но это все бульонная история, конечно же. Сюда в миску. Теперь я подрезаю тешу. Вот этот жирный живот надо убирать. Его, кстати, мы потом подумаем, что с ним делать. Вот так, пока все сюда. Вот анальный плавник, видите, он виден. Я его срезаю тоже. Вот у меня есть два филе, но здесь есть еще, посмотрите, вот здесь есть косточки. Пальцем проводишь и чувствуешь. Берется пинцет. Я пинцетом, одним пальцем я косточку нащупываю, а пинцетом подхватываю. И вот, посмотрите, у пинцета широкий захват, и он хорошо мне убирает кости. Вот теперь я сниму филе. Я опять возьму нож, вытру его. Сниму филе в смысле с кожи, я сниму кожу. Да, я делаю вот так, подрезаю кожу. Вот видите, кожа. Если она скользит, я сейчас буду ее держать, если она скользит, можно, смотрите, взять эту кожу через салфетку. Тогда она не будет скользить. То есть я кожу должен натягивать, а здесь веду нож параллельно коже. Вот здесь руки сами чувствуют, чего делать. И вот, смотрите, у меня осталась в руке кожа. Я ее уже выбрасываю, я ее не сохраняю. Хотя сапоги сшить можно. Посмотрите, вот снятое филе. Ну что ж, давайте рассмотрим сейчас вот это, вот эту миску. Значит, вот эти штукенции, жирный животик, вкусно, это же вкусно солить, верно? Я пока вынимаю. Вот второй животик, да, вторая тёша. В голове у меня уже ничего нет. Ну, в моей голове есть все. В голове у форели, в смысле, ничего уже нет, нет жабр. Шикарный хребет, на нем еще чуть-чуть мякоти есть. Да, ну, давайте я вам покажу для интереса, как снять мякоть с хребта, которая здесь есть лишняя. Это может пригодиться для фарша. Смотрите. Ножом это сделать тяжело, нерационально. А вот, смотрите, как. Берешь ложку, берешь ложку, смотрите, что я делаю. Посмотрите, как я эффективно снимаю мякоть с хребта. Посмотрите, сколько я мякоти снял. Вот у меня получился голенький скелетик. Значит, вот это я ценную мякоть кладу пока вот сюда. Ну что ж, теперь у меня есть два пути. Вот с этим я могу заморозить вот всё вот это для бульона. И когда надо, сварить себе суп. Достать из морозильника, разморозить. Второй путь, который я считаю более рациональный, я могу сварить бульон сейчас, когда у меня еще всё свеженькое. И заморозить могу уже готовый бульон. Потому что заморозка бульонов никак отрицательно не влияет на качество. Я беру вот такой большой сотейник. В него голова без жабр шмяк, хребет шмяк, спинные плавники с кожей сюда. Какие-то мелкие обрезки тоже сюда. Бульоны можно чуточку солить. Знаете, когда бульон солишь при варке, пена лучше отходит. Так что я буду солить не для того, чтобы посолить, а для того, чтобы эффективнее убрать пену. Возвращаю рыбку. Обработанная рыбка. Ну, давайте сейчас я подровняю куски. Чуть-чуть животики. Выровняю филе. Вот здесь выровняю филе. Вот эти все обрезочки я бросаю сюда. Хвостовая часть. Вот так вот тоже кусочки сюда. Вот у меня одно филе. Ровненькое. Вот, соответственно, другое филе. Я с ним поступлю точно так же. Ну вот, смотрите. Вот это то, что я снял. Помните, ложка из хребта? И вот эти вот обрезки, которые я подравнивал рыбку, это у меня будет будущий фарш. Ну, потому что это тяжело. В суп я могу оставить, но я парочку кусочков возьму из этих филе для супа. Я вам уже продал. Сегодня будет суп. Версия финской ухи, только очень интересная сливочная уха, да? И вот это у меня будет, в общем, фарш. Я сейчас возьму вакуумный пакет, ребята. Положу эти кусочки рыбы в вакуумный пакет, залукумирую. И куда? Правильно, в мороз. Значит, вот у меня вакуумник. Вакуумный пакет. Укладываю рыбу. Вот я распределяю рыбку так немножко, чтобы она была плоской, потому что тогда быстрее разморозится. Потому что всегда надо думать не только, как заморозить, но и как разморозить, а как размораживать правильно продукты, я вам сегодня еще расскажу. И вот теперь вакууматор, да, очень доступная вещь. Значит, я сейчас это все загоняю в вакуум. Машинка вакуумирует. Если нет вакууматора, можно просто герметично упаковать в обычный пакетик, вот в такой, например, да, в упаковочный пакет. Уложить рыбу, выдавить воздух, завязать плотненько узел прямо к мясу, к рыбе. И во второй пакетик положить на всякий случай. И тогда тоже будет хорошо. Но это, естественно, лучше. Вот у меня завакуумировалась мякоть форели. Я беру карандаш, ну, фломастер беру и пишу. Я пишу фарш, форель. И ставлю дату число, месяц, год. Вот у меня уже есть, да, болванка для создания котлеток. Ну, не только для детей, для взрослых, да. Это будут шикарные рыбные котлетки, рыбный бургер, рыбные фрикадельки. Я не знаю, что еще, рыбная начинка для пельменей рыбные сделать. Вы сами понимаете, здесь вот столько можно напридумывать, да, чтобы сделать блюдо из этого фарша. Ну, вот что касается, ребята, того, зачем я пишу число, месяц, год, чтобы понимать, когда я это заморозил. Потому что, конечно, в морозилке вечно хранить нельзя. Но вакуумный пакет, кстати, позволяет действительно хранить вечно. В этом нет потребности хранить вечно, но полгода, если это пролежит, никак не изменится. Так что, смотрите сами. Но дата нужна для того, что если я еще потом попозже заморожу что-то подобное, чтобы я знал, что мне вначале нужно использовать то, что лежит в морозилке дольше. Но это совершенно очевидная вещь. Поэтому я сейчас иду в морозильный лайфростер и кладу рыбу туда. Вы можете выбирать тот, который наиболее подходит для вас. Ведь у Фростера очень широкий модельный ряд. Есть лари от 170 до 660 литров. Но несмотря на внушительный объем, у ларей очень низкое энергопотребление. Здесь удобная горизонтальная загрузка. Кстати, из-за такой конструкции холод удерживается при открывании крышки. А это значит, что вы можете не беспокоиться о своих запасах. В ларях установлены корзины. Это позволяет раздельно хранить разные продукты. Это рационально. Ларь Фростер заморозил сэкономил. Отправляю в морозилку. Ну что ж, я сейчас вот это посолю отдельно. Посмотрите. Вот эта теша, она же... Ой, у меня кусочек вот еще рыбки остался тут. Ну, я его для супа использую. Давайте-ка я сейчас этим займусь. Я беру соль и сахар. И сейчас сделаю быструю посолочную смесь. Ну, смотрите, давайте считать. Раз щепотка соли, два щепотка соли, три щепотка соли и щепотка сахара. Теперь я сейчас прямо укроп нарежу сюда вот так. Посмотрите, уже пена пошла. Вот сейчас я еще немножко присолю бульон будущий, да? Чтобы пена отошла лучше. Теперь я рукой вот так вот пожмакаю, чтобы укроп запах. Вот небольшое количество смеси. Смотрите. Теша пошла вот так сюда. И вот я ее сейчас... Ну, я могу ее оставить так, уложить в лоточек, там, да, пленочкой закрыть. Там через пару часов это будет готово. Смой, да, счесть соль и сахар и уже ешь. Буквально несколько часов для этого надо. Но я это сделаю сейчас, может быть, тоже на будущее. Не хочу я сегодня, либо завтра есть такую рыбу. Кореша ко мне придут через неделю. Я хочу их нормально встретить. Я беру пакет. Закладываю вот эту тешу сюда. Вот так чуть-чуть эту смесь сюда дам. Вот так кладу. И в вакуум. Но сейчас я отвлекусь, да, друзья, потому что мне надо снять пену. Видите, здесь идет аккуратное кипение. Все прозрачно. Рыбные бульоны варятся быстро. Буквально 15 минут. Там больше нечему вариться. Луковичку я обещал. Маленькую. Есть. Теперь я завакуумирую тешу. Шикарная закуска. Все есть. И, естественно, это тоже отправляется в заморозку. Фростер уже ждет. Но сейчас будет еще одна версия. Уже очень серьезная версия малосольной рыбы. Вы меня спросите, хорошо, ты ведь ее только что посолил. Как же ты сразу ее морозишь? А она, ребята, пока замерзнет и будет еще просаливаться. А потом, когда она будет размораживаться, она еще возьмет. Она уже будет идеальна. А теперь другая история, ребята. Смотрите-ка, я сейчас вот так вот сделаю еще малосол. Только очень необычный малосол. Вы удивите всех. Все упадут, когда буду есть эту рыбу. Знаете почему? Потому что главный вкус, с помощью которого я дам ей специфику, это можжевельник. Я возьму сейчас обычный пакетик упаковочный. И насыплю сюда немного можжевельника. И вот так его, смотрите. Можжевельник, они ягоды такие, либо как вяленые, либо они хрупкие. Ну, очень удобно, смотрите. Они тогда открываются, и идет невероятнейший аромат. Опять же, я создам здесь посолочную смесь. Вот. Запах сейчас идет сумасшедший просто, когда я ягоды эти открыл. Немного укропа. Укроп. Теперь опять же посолочная смесь. Я сейчас щепотки уже соли побольше возьму, у меня рыбы больше. Три щепотки соли и одна щепотка сахара. Теперь тоже пальчиками сейчас разбомблю это, потому что сейчас это откроет еще больше мне аромат. Теперь я сейчас вот так, смотрите-ка, один кусочек немножко со стороны спинки тоже. И сейчас я его в пакет, но я сейчас эту посолочную смесь сюда в пакет уже распределю тоже на рыбку и под рыбку. Ну, знаете, я хочу сегодня побольше рыбки засолить, потому что я сразу буду принимать, допустим, много гостей, не знаю, через неделю. Я уже это запланировал. Я сразу два кусочка рыбы в вакуум закатаю. Вот это будет лицо, а это будет бэк. То есть алгоритм такой, я сразу же вакуумирую, сразу же в морозилку. Она успеет просолиться, а еще когда она будет размораживаться, медленно размораживаться, потому что все продукты надо размораживать всегда медленно. А как медленно? В холодильнике. Хочешь разморозить? Что бы ты ни размораживал. Из морозильника переложи в холодильник и нехай медленно размораживается. Это главное правило заморозки любого, что у вас заморожено есть. И я сейчас это вакуумирую. Вы понимаете, что вакуумирование способствует быстрому просаливанию этой рыбы, потому что она обжимается, да, и соль, как бы и сахар загоняются в нее. Посмотрите, да, как обжата хорошо рыба, поэтому она сейчас, пока замерзнет, уже, по сути, просолится. Открываем. Смотрите, красотища. И я ее отправляю тоже в ларь-фростер. Ну что ж, вот это, я вам сейчас еще покажу кое-чего. Смотрите, я нарезу парочку вот таких вот, ну, скажем так, стейков, да. Вот эту парочку стейков я тоже заморожу на будущее, ребята. Это у меня уже будут. Ну, видите, ребята, я на малосольную рыбу не подписывал, потому что и так видно, что она малосольная, потому что на рыбе есть следы можжевельника, укроп, поэтому там подписывать не надо. А вот эти два стейка небольших я, опять же, заморожу, потому что они мне пригодятся, на них я дату напишу. Придет время. Значит, и готовлю... Есть. Значит, пишу. Два стейка, форель. Форель, дата, месяц, год. Как вы думаете, куда это отправляется? Конечно же, в ларь-фростер. Ну что ж, бульон у меня созрел. Он готов. Выключаю пока плиту. И быстренько часть бульона я отливаю, потому что я хочу часть бульона заморозить на будущее. А из этого бульона еще сварить на ваших глазах прямо супец. Поехали. Я даже не буду его процеживать, потому что я и так налью без всяких включений. Вот шикарный бульончик. Кусочек рыбки попадет, да и хорошо. Вот это на будущее. Даже, смотрите, могу сделать некую баню. Вот видите, налью воды и так вот одну кастрюлю в другую. И у меня этот сотейник будет охлаждаться. Значит, этот бульон тоже в свободный сотейник. Сливаю. Я уже могу это сделать вот так вот попроще. Теоретически я потом могу снять, когда остынет вот эта вот вся голова и хребет. Здесь еще есть щеки. Знаете, какие щеки вкусные у форели? Я готов форель всегда целовать в ее щеки, но и готов их съесть тоже. Значит, я потом это, может быть, мяско сниму, добавлю в суп. Я нагреваю. И сюда по первости идут корнеплоды. Значит, картошка. Скандинавские супы простые. Они как раз любят корнеплоды, потому что скандинавский климат. Лучше там все растет не то, что растет над землей, а то, что растет под землей. Ну, кстати, в нашей стране в целом тоже, не считая южных регионов. Поэтому корнеплоды – это наше все. И отправляю прямо в бульон сравнительно грубо нарезанное. Здесь была рыба, но я имею право, потому что все равно суп рыбный. Теперь морковка. Я почищу всю, но, наверное, возьму чуточку меньше. Ну, половину, наверное, возьму этой морковины. Сразу кусочек сельдерея. Сельдерей очень важен здесь. Вот не надо им пренебрегать. Надо попытаться найти корень, конечно, желательно. Пастернак, у кого есть пастернак, шикарно. Вот как альтернатива сельдерею. Значит, морковка. Хорошие рыжие пятна она нам даст. Тоже весьма брутально. Вот так. И сельдерей. Ну вот, видите, у меня все булькает. Могу немножко присолить. Я уже, я бульон чуточку солил, но этим можно пренебречь. Вот так. Пару горошинок белого, белого перца. Видите, целенький, беленький перец на этом этапе. Рыба очень любит белый перчик. Вот так, есть. Рыбка. Вот это будут у меня два стейка, приготовленные на сухой сковородке. Вы посмотрите технологию. Тоже, кстати, такая скандинавская технология. Я сейчас ее, смотрите, как. Вы сейчас будете шокированы, ребята. Но так надо. Смотрите. Засыпаю диким количеством соли. Посмотрите, сколько соли. И сахар, чуть-чуть меньше сахарку. Вот так условно. Вот один кусочек. Вот второй кусочек будущего стейчика. И оставляю так на несколько минут. Это очень будет мне улучшать рыбу, ее консистенцию и вкус. Потому что рыба станет более плотной на поверхности. Не будет разваливаться, не будет прилипать к сковородке. Будет себя лучше вести. Я всегда так делаю, независимо от того, как я буду жарить рыбу. В муке там, не в муке и так далее. Это очень важно. Я вам напоминаю, ребята, что сегодня я взял целую форель и показываю, как рационально с ней, так сказать, себя повести на кухне. У меня уже много чего, заготовочки, да, полуфабрикаты и малосольная рыбка находятся во фризере. Вот это уже минут пять простояло. Значит, смотрите, что я сейчас буду делать с этой рыбкой. Она сейчас будет промыта. И, кстати говоря, вся площадь этой рыбы чуть-чуть пропитана солью и сахаром. Это еще взорвет ее вкус. Поэтому такая технология очень интересна. Я смываю, да, вот эти все кристаллические вещества. Соль и сахар. Вот так. Значит, я сейчас черный и белый перец измельчу в ступке. Вот белый перчик. Вот черный перчик. Я такую делаю смесь. Может быть, здесь в этой смеси будет преобладать черный перчик. И раздроблю это. Приятно самому дробить, потому что аромат идет неимоверно приятный. И смотрите, да, вот такие неплохие щепотки всего. Здесь может быть абсолютно произвольное соотношение. Разве что муската может быть поменьше. И вот так много вот этих перцев. Вот так вот. Я сейчас перемешиваю все вот это. Посыпаю. Видите, я посыпаю доску. Вот так вот. Одна сторона пошла. Стейка с одной стороны. И вот посмотрите, как я густо засыпаю. Посмотрите, что я делаю. Бачки так. Шмяк. И теперь пока подождем. Пусть они немножко полежат под воздействием этих порошков. Смотрим на бульон. Он уже остыл определенно. И сейчас я его буду замораживать. Как? Ну не в сотейнике же. Смотрите, как да просто все. Я беру пакет. Я беру стакан. Как можно жить без стакана в наше время? Вакуумный пакет. Я сейчас его вот так опускаю в стакан. Да, и края немножко загибаю. Так мне работать удобно. Теперь я выливаю бульон в пакет, который находится в стакане. Вот так. И теперь поднимаю. Вот сейчас я уже буду работать без вакуума, потому что если я буду вакуумировать, то бульон потечет в эту машинку мою. Поэтому я просто его герметично запаяю. Сейчас я буду его придерживать так, чтобы он... Ну вот тут у меня все будет хорошо сейчас. Вот я его закрываю. И уже без вакуумизации просто запаиваю. Потому что такой режим есть у любого вакууматора просто запаять. Все. Вот смотрите, есть шов. Посмотрите, вот мой бульон. Я пишу. РБ. Рыбный бульон. Число. Месяц. Год. Век. Четыре параметра сейчас у меня будет. На всякий случай. Потому что это действительно можно хранить веками. И вот у меня, видите, этот пакет. И это отправляется в ларь-фростер. Ну ладно. Теперь возвращаю вас к супу. Я сейчас беру пюрешную мялку и чуть-чуть по картошке пройдусь, чтобы она немножко развалилась и дала мне вот эту самую густинку. Ну и другие овощи тоже чуть-чуть могут подразвалиться, естественно. Вот так. А часть останется целыми. Вот уже, так сказать, как есть. Теперь я сделаю еще один маленький трюк. Я возьму чуть-чуть муки. И вот у меня мука. Возьму чистой водички. Сделаю вот эту вот мучную болтушку и чуть-чуть еще подзагущу этот супец. Вот так. Она называется подтянуть чуть-чуть, подзатянуть. Вот. Наваристость сразу такая появляется. Ну и что ж, ребятки, теперь, смотрите, теперь вот оно, да? Сливочный суп, верно? Сливочный суп. Вот сливки. 20% хорошо. Ну, это уже зависит от вас, сколько сливок сюда лить. Вот голова. Вот, смотрите. Посмотрите. Щечка. Убийственно вкусная вещь. Вот я открываю еще одну щечку. Вот щечка, видите, на моих пальцах. Вот так. Вот, посмотрите, во лбу у нее все-таки немножко мяса есть. Сюда. И вот еще, вот, посмотрите, во лбу. А во лбу звезда горит, да? Вот так. Вот еще, видите, плавничок мне попался. Вот тут чуть-чуть мякоти спрятано. Вот так. Ну, и, допустим, вот этот кусочек маленький, да? Ну, вот я в конце, потому что рыбка-то быстро варится, да? Вот так вот. Раз. И сюда. То есть можно положить еще больше рыбы сюда, конечно, да? Теперь я уже, вот, все, видите, она булькает. Все, собственно, суп готов. Я сейчас его выключаю. Он на стачном тепле еще какое-то время будет булькать. И беру укроп. Беру немного петрушки, беру ножницы, прямо ножницами над сотейником. Укроп, петрушка. И даже очень будет хорошо, да, вот эту штукенцию, да? Зеленый лук. Тоже ножницами. Все, держим под крышкой, чтобы настоялось. Здесь, смотрите, что будет происходить. Вот у меня сковородка сухая. Это забавный способ. Смотрите, я просто кладу кусочки рыбы на сухую сковородку. Филе у меня, видите, у него высота не очень, потому что рыба была не дико большая, форель. И оно приготовится у меня прямо на сковородке, но будет хорошая сыринка. Такая сыринка, которая должна быть у хорошей чистой рыбы. Но вот это все не будет остро, потому что перцы поджарятся, и они будут терять свой характер. Они станут более спокойными и более интересными даже. Поэтому с этой штукой у нас все будет хорошо. Посмотрите, как красиво. Посмотрите на эту рыбку. Ну вот, супчик можно подавать. Вот, смотрите. Вот так вот. Для подачи рыбы я возьму, конечно же, лимон. Покажу вам один лайфхак с лимоном. Смотрите, как обычно подают лимон к рыбе. Ну, мы такие дольки делаем, да, это знают все. Но не все знают, что при подаче лимона надо удалять вот это место. Вот эту полосочку срезать. Тогда из лимона сок хорошо выжимается. Видите, вот этот белый краешек? Надо его вот так вот срезать. Ведь мы зачем так лимон режем? А чтобы вот так двумя пальцами выжжать сок на рыбу. Поэтому вот этот краешек, видите, надо всегда срезать. И тарелочка. Я подам оба стейчика на одной тарелке. Вот так. Вот так. Ну и вот так произвольно будет лежать лимон. Все, здесь больше ничего не надо. Ну, хотите гарнир, сделайте гарнир. Я показал вам главную идею. Ну вот, ребята, из блюд, которые я сегодня сделал, это малосольная форель с можжевельником. Шикарный рецепт. Это финская сливочная уха, как хотите называйте. И это своеобразный стейк в специях из форели той же, приготовленный на сухой сковородке. Это только блюдо. А еще у меня там, во фризере, находятся полуфабрикаты. Я подготовил полуфабрикат для изготовления фарша. Кстати, там еще есть малосольная теша у меня, и у меня там замороженный бульон. Я взял одну рыбу сегодня, да. Я сделал серию блюд и позаботился о своем будущем с помощью морозильного ларя Фроста. Это позволит мне в последующем сэкономить время. А деньги я сэкономил уже, потому что я купил целую рыбу, которая всегда дешевле, чем рыба, которая продается кусками или как-то еще. Вот в чем смысл такой рациональной жизни на кухне. Так что, ребята, живите рационально и смотрите на этого повара, который вас плохому не научит. Пока.